Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и Вика. И сегодня старое-старое. Одно из первых моих видео я собрала в кучку. Это мастер-класс вот этого джемпера. Я съехала от дочки, замерзла, она мне его дала. Ему, не поверите, пять лет. Вот на дочке сфотографирован этот свитер пять лет назад. И вот он на мне через пять лет. Акрил какой-то дешёвый, представляете? И мы эту вещь вязали. Первый мастер-класс был. Я её вязала по модели H&M. Кстати, модель оказалась хитовая. Очень много просмотров. Есть там много ошибок, так как это мой первый мастер-класс. И я за это извинилась. Но модель, я же ещё раз говорю, модель топовая. До сих пор она продаётся. Вот смотрите, эти скрины, это сейчас с сайта H&M. До сих пор этот джемпер продаётся успешно. Вот. И пользуется спросом. Модель оказалась очень такой хитовой. Немножечко смотрю, там они доработали. Но совсем чуть-чуть рукава они переделали по сравнению с тем, что было раньше. Вот. Итак, здесь все части вместе с поправками. Ну, с той частью дополнительной, где я снимала поправки. Да, я признаю, были ошибки. Это один из первых моих мастер-классов. Ещё у меня голос дрожит, и руки, и ноги дрожат. Но, тем не менее, по итогу очень многие связали этот джемпер. И присылали мне фотографии, и хвастались. Ну, в общем, девчонки, модель по-прежнему актуальна. Такой базовый классический джемпер. Вяжите, пожалуйста. Вот вам полный мастер-класс. Вот. Всем желаю успехов! Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия, и я Вика. Наконец-то я добралась к свитеру, девчонки. Вот. Поэтому сегодня мы его начинаем вязать. Кто хотел, кто ждал, можете начинать. Буквально в течение недели я выложу вторую часть. Сейчас начинаем спинку и вперёд вязать в этом видео. Первым делом по поводу ниток. Расскажу вам, что я прикупила. Акрил. Недовольна, девчонки. Ищи. У вас возможностей в сто раз больше, чем у меня. Поэтому ищите нитки хорошие, с шерстью, чтобы были. Потому что я искала хотя бы приблизительно ту толщину, которую я хочу. И хотя бы приблизительно, чтобы они выглядели так, как я хочу. И купила вот это чудо. Но это чудо, девчонки. В 100 граммах. 250 метров. 100% акрил Мадеин Турция. Называются они Дора. Не знаю, есть у вас, нет у вас. Но у вас есть огромнейший выбор ниток. Ориентируйтесь приблизительно на эту толщину, чтобы вязать по моим размерам. Если нет, если берёте другие спицы и другую толщину пряжи, будете, далее я буду всё измерять в сантиметрах, ориентируйтесь на сантиметры, на нужный вам размер. То есть по плотности рассчитывайте уже свои. У опытных девчонок, я думаю, проблем не возникнет. У неопытных девчонки старайтесь подобрать то, что я говорю. И спицы, и вязеток также. И спицы, и нитки, те, которые я рекомендую. Плотность. Я ещё раз повторюсь, не вот эти именно нитки. Я понимаю, что у вас их может не быть. Поэтому приблизительно вот толщину нити и толщину спицы. Спицы 3 миллиметра. Вязать снова расчёты у меня будут на 3 размера. Я вяжу размер S и набираю 109 петель. Так, 109 петель, девчонки мои. Забыла сказать, забыла сказать по поводу ниток. Количество ниток. Для размера S 700 грамм, 750 и 800 грамм. Я сейчас напишу. Это по количеству ниток. 700, 750 и 800. Так, разобрались. Теперь спицы, резинка, основное вязание. Один размер, пробовала я, девчонки, не то, всё не то. Мне хотелось максимально приблизиться к оригиналу. И поэтому я очень много перевязывала, переделывала. Поэтому пока не нашла оптимальный вариант. Далее вяжем 4 ряда лицевой гладью. То есть в лицевом ряду это лицевые петли. В изнаночном ряду, изнаночные петли. Для того, чтобы у нас получился вот этот валик внизу, который. Поэтому сейчас я 4 ряда. Вот видите, я их обозначила. 4 ряда лицевой гладью. Гладь. Сейчас я его вяжу до резинки. Вот это начало нашего вязания. Видите, вот они наши 4 ряда. Да, это сантиметра. Но я думаю, здесь уж сантиметры, даже при любой плотности, вы вяжете эти 4 ряда. Это 1,5 сантиметра. Далее переходим на резинку 1 на 1. Первую я вяжу изнаночную, а потом вторую уже лицевую. Но лицевую петлю, вот смотрите, я вяжу за вот это задняя. Вот это передняя стенка, да? Я правильно понимаю, девчонки? Изнаночную нормально, а лицевую вот так вот, за вот эту вот. Видите, за верхнюю петелечку. Для чего? Сейчас объясню. Потому что я вязала обычную резинку. Здесь резинку девчонки вяжем не туго. Тоже поймете потом со временем, почему так. Поэтому я и спицы не брала потоньше. Вернее, я их брала, я пробовала. Я уже и спинку связала целиком, и распустила два раза. Пока я вот добилась там в узоре, в оригинале, там резинка переходит в эту пышную резинку. Не без убавлений, и она не затянута. Она свободно висит, вот этот цветы ручек. Он не стянут в резинке. Поэтому мне нужно было добиться этого эффекта. А резинку, если не затягивать, если вязать свободно резинку один на один, она получается корявая, когда растягивается по узору. Потом дальше я вам покажу. Вы увидите, почему именно так. И эта резинка получается корявой. Поэтому вот я попробовала вот этот способ перекрученной лицевой петли. Она перевернутая получается. Видите, она как бы сюда перевернута. Вот тогда она более-менее выглядит, из всех моих испробованных вариантов, этот вариант выглядит наиболее близким к оригиналу. Поэтому вот так вот, девчонки. Казалось бы, такой простой свитер, да? Ну что там, резинка английская, резинка и вперед. И реглан нет. Тут насколько много нюансов, девчонки. А как оказалось, я тоже так думала, что все просто. Нет, не все так просто. Кажется, поэтому. Я же говорю, я уже... Я его начала буквально, как я выложила это видео с обзором. Я его начала вязать буквально уже через неделю. Потом уже, потому что я видела, что по отзывам уже все явно. Это шестерка, она у нас лидирует. И его надо вязать. Хотя я полностью с вами согласна. Я тоже была за этот джемперочек. Но думала, за недельку я его хлоп и свяжу. А не тут-то было. Хлоп, связала спинку, распустила. Хлоп, связала. Вторую распустила. Вот. И вот через несколько моих таких неудачных попыток... Ну ничего, девчоночки мои. Это все опыт. Все приходит с опытом. Поэтому важно то, что мы к чему-то придем. Все. Продолжаем вязать резинку. Не затягиваем. Перекручиваем лицевую петлю. Так, моя хорошая. Смотрите, провязала я 20 рядов. 20 рядов. Это у меня. Это при том, что это любой размер. Все размеры идут. 7 сантиметров. 20 рядов. 7 сантиметров. Теперь переходим на основную вязку. Здесь я нарисовала как бы расширено. Но оно не расширено на самом деле. Даст другая вязка. 21 ряд я вяжу сейчас резинкой. Но не перекручивая лицевую петлю. Вот сразу видно. Видите, тут она отличается. Видите? То есть 21 ряд. И в изнаночном ряду все лицевые ряды мы вяжем. Резинка один на один. Вот я его провязала. А в изнаночном ряду мы вяжем полупатентная резинка. Либо пышная резинка. Кто как так и называет. Полуанглийская. То есть лицевую петлю мы вяжем на ряд ниже. Изнаночную нормально. Лицевую не за первую петлю. А вот именно в дырку под петлей. В предыдущий ряд. И таким вот образом. Вот это и весь узор. Лицевой ряд резинка один на один. В изнаночном ряду вяжем на петлю ниже. На ряд ниже. Вернее, не на петлю, а на ряд ниже. Вот. В дырочку. И так продолжаем наше ровное вязание. Ровно, ровно, ровно. Ширину я вам измерю попозже. Девчонки, кому нужно проконтролировать ширину, прокрутите видео чуть дальше. Продолжаем вязание. Ширину, размеры будем мерить попозже. В сантиметрах. Так, девчонки. Вот смотрите. Провязала я ровное полотно до нашей проймы. Эту деталь я сейчас вам мерить не буду. У меня связана спинка. И я измерила уже по постиранной и разложенной спинке. Поэтому. То есть полотно я мерила не в сухом виде. А именно уже в готовом виде. Что вы имели в виду. Вот моя ширина детали. 50, ну, как бы, ширина вот этой детали в разложенном, но моченном виде. То есть уже обработаны. 55 сантиметров. Соответственно, вот 55, 60, 65 для всех размеров. Так. И теперь я буду делать подрезы. И будем вязать наш реглан. Вот на такой вот высоте мы переходим к вязанию регланом. Так. Для подрезов мы закрываем петли. Для всех размеров одинаково. Три, четыре, пять, шесть петель. И вяжу ряд до конца. То есть здесь в начале ряда я закрыла шесть петель. Так. Провязала я до конца ряда. Теперь в начале следующего я снова закрываю шесть петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И снова вяжу до конца ряда, но уже выполняю узор. Это понятно, да? Так. Провязала я до конца ряда. То есть у нас, смотрите, у нас здесь и здесь шесть петель закрыто. Это и будут наши подрезы. Здесь я пишу шесть петель и здесь шесть петель. Теперь внимание, каким образом мы будем вязать реглан. Снимаем первую кромочную. Далее у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть всего шесть петель, но если не считать кромочную, то пять петель, три изнаночные, между ними две лицевые. И далее, вот здесь у нас будет ведущая, как бы, петля, которая будет, которая мы будем закрывать. Вот от нее мы пляшем. Вот эти шесть петель у нас пойдут по всей длине. Вот я закрыла, провязала две вместе и вяжу до конца ряда. Почти до конца ряда, сейчас увидите. Теперь смотрите, вот эти точно так же с этой стороны шесть петель у нас будут на протяжении всего реглана. То есть закрывать мы будем перед ними. Там мы после этих шести петель, а здесь перед ними. Вот я поменяла местами, мне нужно провязать вот так вот за переднюю стенку, да, чтобы повернуть эту лицевую сюда. Эти петлю, вот видите, снова у меня два, три, четыре, пять, шесть. Поворачиваемся, теперь в изнаночном ряду, внимание, здесь мы уже не вяжем на петлю ниже, а именно эти шесть петель, раз, два, три, четыре, ой. А именно вот смотрите, первую петлю и вторую мы вяжем как обычную резинку, первую, вторую, лицевую, третью же мы вяжем по узору, которая у нас перед вот этой петлей, которая мы сокращаем. Вяжем до конца ряда. То есть всегда теперь вот эти две первые петли мы будем провязывать обычной лицевой в изнаночном ряду. Так, вот довязывая до конца, девчонки, здесь точно так же. Вот видите, она одна, вот эта петля, которая закрывала. После нее я провязываю под петлю, как бы по узору, а две остальные лицевые я провязываю обычным способом, просто обычной лицевой. И так далее. Мы продолжаем, девчонки, вязать наш реглан. При этом вот эти вот петли у нас перед регланом, вот они, шесть штук вместе с кромочной. И вот с этой петли, вот это у нас лицевая петля, она пойдет вот так вот, весь, на всем протяжении реглана. В конце у нас точно так же, шесть рядов, ой, шесть петель, да, вот они наши петли реглана. И вот это вот пойдет на протяжении всего реглана, и ее мы как бы будем сокращать. Я продолжаю вязать полотно, вот, видите, делаем мы в каждом лицевом ряду эти сокращения. Изнаночный вяжем по узору. Что я забыла сказать, девчонки? Я забыла сказать, сколько нужно вязать в высоту. Вот оно, видите, 40 в сантиметрах я указываю. Я уже не считаю ряды по вашим просьбам, я буду указывать в сантиметрах, потому что действительно плотно спицы, все, нитки, все может быть разное. Поэтому, вот, соответственно, для всех размеров вот такое количество сантиметров до проймы. Вот это я забыла вам сказать, девчонки, это вот это до нашего подреза, который мы уже сделали и уже связали спинку. Спинку связали, вот она у меня еще влажная, но оно видно, разница, видите, ненамоченная и намоченная. Здесь уже похоже больше на оригинал, вернее, не больше, на мой взгляд, совершенно точно похоже. Вот, так, что хочу сказать, вот как мы сделали эти подрезы и идем вяжем реглан, вот сокращаем и сокращаем, сокращаем. Сколько раз мы сокращаем, соответственно, для наших трех размеров 32 раза с обеих сторон, 36 раз с обеих сторон и 40 раз с обеих сторон. С, М, Л, так, по одной петли в каждом лицевом ряду, ну, здесь и здесь по одной петле. Так, и должно остаться у нас на спицах 29 петель и все петли мы закрываем, вот, вот, видите, все петли я закрыла. Это и есть наша спинка, вот, соответственно, вперед, так, все, я ее подвигаю, я надеюсь, со спинкой все понятно. То есть, вот эта часть у нас одинаково, только здесь, на переде у нас будет вот такой вот вырез. Вырез мы начинаем делать, девчонки, вот, с этого момента, вот он наш, как бы, момент выреза здесь, мы довязываем, то есть, делаем 23 сокращения, 27, 31, соответственно, для всех размеров. То есть, я вяжу размер S и вот здесь вот у меня, вот видите, 23 сокращения на спицах у меня, у всех должно остаться 51 петля, вот здесь, если мерять, для всех размеров должна остаться 51 петля. Теперь мы сделаем вот этот вырез, вырез делаем таким вот образом, закрывать мы будем средние 21, по сторонам у нас должно быть по 15 петель, вернее, по 14, потому что здесь уже мы, вот эти две, мы считаем как одну, как одну петлю, поэтому 14 раз. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и закрываю я средние 20. Ой, 21, забыла, забыла, все, думаю, что у меня одна петля лишняя, значит, здесь мы закрываем 21 центральную петлю. Теперь вяжем до конца ряда, 3, 4, 5, 6, 7, здесь мы вот закрываем, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, вот. То есть, 21, 14, 14, теперь каждую сторону мы заканчиваем отдельно. Так, в изнаночном ряду провязываю изнаночный ряд. Так, в лицевом ряду закрываю 4 петли, 1, 2, 3, 4. Далее по узору и не забываем закрывать регланную линию. Видите, 1, у меня здесь петля, 2 вместе реглана и довязываю до конца. Изнаночный ряд. Здесь я закрываю теперь 3 петли. Здесь уже реглан, видите, у нас уходит. Его уже у нас не будет. Я просто закрываю 3 петли. И здесь у нас уже остается 6. Изнаночный ряд. Снова 3 петли. 2, 3, на спицах остается 3 петли, которые мы провяжем до конца. И еще изнаночный ряд. И закроем все 3 петли вести. Смотри-ка, как у меня узелок хорошо вышел. Как раз он у меня не будет ничему мешать. Так, вот и все. Вторую половину, сейчас я вам все напишу на листке, на схеме нашей. Вторую половину, соответственно, я закончу точно таким же образом. То есть здесь у меня сначала 4, 4, вот они 4, потом 3, 3, 3 с обеих сторон одинаково. Еще раз 3, 3. И уже закрываем тоже мы 3 и 3. Вот, вот это наш вырез горловины наперед. Сейчас я доделаю вам, потом покажу. Так, смотрим, вот оно, девчонки, еще не намоченное. Если надо, пишите в комментариях, покажу. В следующем видео, следующая часть будет все остальное. Вернее, рука, горловина и сборка. Это будет в следующем видео. Это видео я заканчиваю. Единственное, я вам измерю длину всего изделия. Так, девчонки, измеряю длину 55 сантиметров. У вас это будет 60 и 65 сантиметров. Соответственно, приблизительно, девчонки, плюс-минус пару сантиметров. Это уже очень сложно просчитать. Так что ориентировочно, я вам говорю, видите, какая коротенькая, коротенький перед, не постиранный. Вот. На этом первая часть заканчивается, девчоночки. Все остальное, видите, у меня камера с ума сходит. Все остальное во второй части. Так. Пока вяжем перед и спинку. Все. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Камера не хочет снимать. Все. Она хочет, чтобы я заканчивалась. Всем пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа Рукоделия и я Вика. Для начала хочу попросить прощения, девчонки, у тех, кто вяжет свитер от H&M. Там у меня большая ошибка. Но она небольшая, в принципе. Но она есть. И спасибо вам, что вы заметили, что вы написали, что я это увидела. И я это исправляю. Пожалуйста, девчоночки, простите меня. Это не была диверсия. Это просто мой мозг в тот момент, когда я... Я просто немножечко объясню. Я забыла добавить вот в это число вот эти вот петли. Потому что я связала первый рукав на свой размер. А когда я вязала второй рукав и уже чертила вот это все дело, в мозгу в своем я рассчитывала вот эти другие размеры. Вот сам верх рукава. И меня как бы беспокоило то, как совместить вот, чтобы эта регланная линия совпадала с той линией, которая у нас напереди и на спинке. Поэтому, ну, вышибла. Ну, простите меня, пожалуйста. Это мой косяк. Я его признаю. То есть я потеряла вот эти вот 8 петель в этих расчетах. То есть все расчеты, которые вот здесь вот у меня, они все-все-таки остаются. Все. Абсолютно. Единственное, что отличается... Вот я пересчитала числа, девчонки. СМЛ. Вот здесь вот все просчитала. Здесь после вот этих вот мелких добавлений. Один раз в каждом втором. Здесь у нас добавление в каждом четвертом ряду. Здесь в каждом втором. Кто вяжет, вы уже пересмотрели это видео, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я не буду долго лить в воду. Я просто обращу ваше внимание именно на те числа, где ошибка. Вот они для всех размеров. Вот здесь вот другое число. И здесь вот другое число. И, соответственно, момент вот этой линии закрытия. Я ее пересчитала по новой. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять. И в конце вот оно... И дело в том, что вы знаете, девчонки, у меня были эти лишние петли. Я их вот здесь вот все закрыла. Я просто думала, что я считала, я где-то ошиблась. И что-то у меня не так. Потому что по расчетам я же вижу, что у меня должно все сходиться, понимаете. А эти восемь петель просто у меня выскочили из головы. Так что я еще раз прошу прощения. Я надеюсь, я никому не навредила очень сильно. Поэтому исправляю свою ошибку, выкладываю это видео. И девчоночки, еще раз прошу прощения. Вот они мои сокращения. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой сектор, которые уже последние петли, которые останутся. Там уже может быть плюс-минус одна-две петли. Это не так кардинально, не так важно. Вот. Поэтому вот такие вот расчеты. Я надеюсь, вы меня простили, девчонки. И выкладываю сейчас быстренько обработаю это видео и выложу. Потому что там девчоночки вяжут и не могу задерживать. Все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика и Школа Рукоделия. Всем пока. А завтра новое видео на канале. Все. Всем пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа Рукоделия. И я Вика. Сегодня вторая часть нашего видео. Это рукав сборка свитерочка нашего от H&M. Вяжу носочными спицами, потом перейду на круговые, потому что сейчас они у меня затят. А видео снимать нужно. Поэтому пока здесь, ну, в принципе, пока вам нечего и смотреть. Потому что здесь мы вяжем резинку. Точно так же, как мы вязали на основных деталях 4 ряда чулочной вязки. Кто вяжет, действительно, тот, соответственно, понимает, о чем я вяжу. А кто не вяжет, кто это видео смотрит впервые, вам надо посмотреть первую часть. Вот. Далее переходим на резинку 1 на 1. Вот я один ряд провязала. Я уже сейчас буду вязать эту резинку. Все точно так же, как в этих деталях. 4 ряда чулочной глади и 20 рядов резинки. Что касается петель. Петли у нас, соответственно, для размеров 49, 57, 65 петель. Здесь, единственное, что я хочу сказать, что касается рукава. Если я рекомендовала в основных деталях не менять толщину спиц, то здесь зависит от того, какой рукав вы любите. Вот здесь, прежде чем начать вязать, вы должны спросить у себя, я какой рукав хочу. Если вы хотите по руке в обтяжку, тогда возьмите тоньше спицы и свяжите эту резинку туго. Если вы хотите свободный рукав, как бы приблизительно так, чтобы оно, ну, если что, посмотрите, у меня свободный рукав будет в этом изделии. Поэтому посмотрите в конце. Если вам нравится, как это выглядит, значит, вяжите спицами одной толщины все изделие. Если не нравится, если вы хотите резинку потуже по руке, значит, возьмите двоечку или 2,5 мм спицы и свяжите резинку потуже. Сейчас я вяжу еще 20 рядов резинкой и далее мы продолжим. Так, мои хорошие, вот теперь уж смотрите. Провязала я эту резинку точно так же, как и на основной детали, перешла на узор. Вот видите, почему я говорила еще в первой части, почему резинку надо свободно вязать, чтобы у нас красиво выглядел переход из резинки в этот основной узор. Провязала 10 рядов основным узором. Так, что хочу сказать. Сейчас мы будем добавлять по одной петле в каждом десятом ряду для рукава вот этого скоса. Я здесь пишу через 9 рядов в десятом ряду. Добавляем. Сейчас я вам все покажу. Теперь далее, что мы еще нам нужно разделить пополам вот эту деталь. Вот, вот моя центральная петля, девчонки, от нее и пляшем. Вы ее тоже отметьте для вашего размера. И теперь вяжем. Теперь в каждом десятом мы здесь будем делать то же добавление. Я сейчас попытаюсь вставить в ролик, как это выглядит. Итак, добавление, девчонки. Смотрите, обозначила я середину. И теперь вяжем таким вот образом. Кромочную снимаем. Вот, 10 ряд. Ну, по сути, он 11, но потом он уже будет 10 в следующих рядах. Я сделала воздушную петлю. И вяжу до середины. Видите, вот это наша центральная. Потом вторую лицевую оставляем. Центральная. И с третьей лицевой от центра я вывязываю 3 петли. То есть, еще раз. Лицевая, накид, лицевая. Теперь здесь вяжу до центра. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Центральная петля, обозначенная, лицевая. И снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Точно так же, как здесь. 3 петли до добавления от центральной. И здесь 3 петли. И здесь тоже самое. Лицевая, накид, лицевая. Вяжу до конца ряда. И в конце перед кромочной делаю воздушную петлю. В изнаночном ряду. Вяжу по узору, как ложатся петли. Так, довязала до этих трех. И их мы как бы вклиниваем в узор. По узору у нас изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот. И теперь я вяжу еще 8 рядов. И потом буду делать следующее добавление. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот они, эти добавления, видите? И вот, их всего будет 2. Через 10 петель, через 10 рядов следующие. Потом уже ровно. Потом только боковые добавления. Продолжаем. Так, вот смотрите, провязала я еще 8 рядов. Теперь сделаю еще по центру, по одному добавлению. И далее продолжим вязание, только добавляя вот эти вот через 9 рядов. Вот после кромочных, боковые наши. Сейчас я добавила одну петлю. Это уже второе добавление. И так далее. Вот эти добавления мы продолжаем делать с таким промежутком. Все время. Здесь же я покажу, нарисую 3 петли из одной. И снова 3 петли из одной. Вот они, наши будут центральное добавление. Сейчас я вам покажу, где именно его разместить. И все. И далее вы продолжаете до подреза просто вязать и добавлять боковых. Так, вот смотрите, было наше добавление. Есть у нас правая ветка и левая ветка. Вот ближе к центру из этой петли, из левой, мы вывязываем 3. Далее снова провязываем вот эти центральные петли, как и в прошлый раз. 3 лицевые, 4 изнаночные. Вот они. И здесь уже из правой. Те, как в общем, та петля, которая ближе к центру. Здесь она левая, здесь она правая из этих добавлений. Вот отсюда я делаю 3 петли, вывязывая и продолжаю вязание. Так, девчонки, смотрите, я вот здесь вот описала. Всего добавления у нас 13. Вот здесь вот на выходе у нас должно получиться, то есть каждый раз мы добавляем 26 петель. То есть для каждого размера мы добавляем 26 петель на выходе. Вот, вот наше готовое количество петель. Вот здесь, вот в этом моменте, вот у меня. Теперь мы делаем вот эти подрезы точно так же, как и на полочке и спинке. Закрываем петли. Так, закрываем 6 петель. И далее вяжем по узору. И будем делать реглан. Реглан на рукаве делается по-другому. Вяжем до конца ряда. Так, довязала я ряд до конца. В изнаночном ряду тоже закрываю 6 петель. И вяжем до конца ряда. Теперь, вот, снова то же самое, что мы делали в полочке и спинке. Первые 2 лицевые петли в изнаночном ряду я не вяжу в предыдущий ряд. Я вяжу нормально. Это будет наш реглан. Первые 2 первые петли и 2 последние лицевые петли в изнаночном ряду. Закрывать мы будем немного по-другому. Не так, как обычно. Не так, как мы закрывали полочку и спинку. Мы там делали в каждом лицевом ряду сокращение. А здесь у нас сокращение будут через 1 лицевой ряд. То есть, в каждом четвертом. Одна петля в четвертом ряду. То есть, через 1 лицевой, через 3 ряда. Через 3 ряда. Точно так же, как... Вот я вам покажу. Вот полочка наша. Вот она будет. Вот эти петли реглана. Сейчас я вам их покажу. Сокращение. Но сокращать мы будем через 1. Вот смотрите, насколько отличается. Это у меня рукав, это у меня вперед. Насколько отличается реглан. Здесь у нас пошел скос резкий. А здесь у нас скос плавно идет. Потому что мы закрываем через 1 лицевой ряд. Если считать изнаночные, то и... То через 3 ряда. Еще раз покажу вот эту вам регланную полосу. Я думаю, вы уже запомнили ее. Она у нас еще вчера сходила, посмотрела на этот свитер. Там, конечно, нитки шикарные, девчонки. Если вам, у вас получится. Такие прям, не знаю, нравятся мне. А что еще хочу сказать, девчонки, такой классный. Такие там новые свитерочки. Классные. У тебя больной человек, наверное. Я все вот это, когда вхожу в стадию азарта. Вот этого мне все хочется. И хочется сделать, если оно интересное. Там такой интересный свитерочек, коротенький. Конечно, это она молодежь. Но комбинированный жаккард и резинка, и лицевая гладь. И что там там в свитерочке, только нет. На сайте не видела, видела в магазине, девчонки. Так, вот эти 2 лицевые мы провязываем нормально. Не на петлю ниже. Вот, поэтому опять сходила, насмотрелась опять. Хотела, прибавилась. Ну, в общем, так, вяжем реглан, девчонки. 1, 2, 3, 4, 5. С кромочной петлей это 6 петель. Далее 2 вместе. Это есть наш реглан. Вот эта линия неизменна. Вспоминаем. Вот, то же самое в конце ряда. 6 петель. Вот, будет 6 петель. И здесь вот мы вяжем 2 вместе. Так, я думаю, это понятно. Продолжаем вязать нашу руку. Вот, смотрите, вот как выглядит... Ой, я на изнаночной стороне. Вот как выглядит этот реглан. Он отличается от переда тем, что, соответственно, здесь через один лицевой ряд. Видите, такой он более такой плавный скот. Теперь для размера, значит, сколько, вернее, для размера сколько раз? С, М, Л. 12 сокращений мы здесь для размера С делаем. Для размера М 14 сокращений. Для размера Л 16 сокращений. Вот, примерно в этой точке мы находимся. И теперь еще 5 раз мы делаем так, как на спинке. 5, 6, 7 петель по одной петле во втором ряду. Ряду. Вот. То есть здесь у нас скот будет вот такой вот покруче. Чтобы вы понимали, ну, конечно, непонятно, я нарисовала. Ну, я думаю, вам понятна сама суть. То есть здесь у нас тоже по одной. Одна петля в каждом втором ряду. Здесь 5, 6 и 7 раз. Так, вот, девчонки, смотрите. Здесь у меня, видите, оно и видно. Шло ровненько, как, потом так вот повернуло. Провернуло, где вот эти у нас. Здесь, где у нас вот эти в каждом лицевом ряду сокращения. Вот они. Вот они в моем случае 5. Вы же делаете, соответственно, своему размеру. Вот, кстати, очень хорошо на этот сектор. Далее, девчонки, пришлось рисовать на другом листе. Потому что там ничего не видно. Вот. Давайте вот так вот сделаем. Сейчас мы находимся в этой точке. Да, вот здесь вот у нас были эти сокращения. Дальше идет рукав. Я хочу сейчас просто объяснить вот это вот. Этот скос. Остаться должно быть... Остаться должно на спицах сейчас у вас в данный момент 41, 43, 45 петель. Вот это ваши петли, которые у вас остались. И далее мы делаем скос. Соответственно, смотрим, девчонки, чтобы у нас это было рука в левый и правый. То есть, один рукав мы закрываем. Вот этот у нас, видите, и здесь у меня очень хорошо видно эти как бы секторы, где у меня закрытые были петли в каждом втором ряду. Так, значит, этот рукав у меня левый я закрывала на изнаночной, с изнаночной стороны. Правый рукав я закрываю с лицевой стороны. Всего у нас, смотрите, один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять раз я закрывала петли. То есть, у нас здесь вот пять секторов, вот таких вот, допустим, скажем так, ступенек. Здесь мы продолжаем, девчонки, пять раз по одной петле в лицевом ряду. То есть, здесь у нас мы продолжаем сюда закрывать с этой стороны, а с этой стороны мы закрываем петли. Первая у нас, сначала у меня пять петель. Закрываю пять. И вы точно так же для всех размеров. Вяжу ряд до конца. Здесь еще, видите, у меня здесь еще как бы сокращение. Я его вяжу по узору. В следующем ряду его не будет. И вяжу до конца ряда. Так, здесь у меня еще реглан. Здесь я продолжаю в каждом ряду еще делать. Здесь у нас практически до конца этот идет, это регланная линия. Изнаночный ряд без изменений. По узору. Так, следующий ряд. Снова пять петель для всех. Я вот сейчас вот прям уже начну писать. Пять, пять. Для всех размеров, девчонки. Так, и вяжем до конца ряда. И изнаночный ряд. Так, следующий. Вяжем пять. Шесть. Шесть. Я надеюсь, вы поняли, что это для... Что это разница для других размеров. Так, далее снова. Пять, шесть, семь. Вот, и далее я закрываю все оставшиеся петли. Так, вот в последнем секторе мы закрываем все петли, которые у нас остались. Вот они. Теперь обработка. Кто как привык, кто разутюживает, кто мочить, раскладывать. Ой, из другого способа. Я не знаю, я знаю, только эти два обработки связанных изделий. В общем, обрабатывайте. Влажно-тепловая обработка вашим любимым способом. Я мочу, раскладываю. Далее будем делать сборку. Вот они мои деталюшки. Все четыре. Продолжаем. Детали после обработки. Вот прям все-все-все я сложила. Так, девчонки, теперь размеры. Готового рукава. Вот ширина от, как бы, в самой широкой точке 44-48-52 сантиметра. Длина до подреза 42-44-46. Кажется, что короткий, но рукав реглан за счет того, что он потом идет прямо к горловине. Вот такая вот это нормальная длина. И целиком длина 63-66-69 ориентировочно. Также корректируйте это все дело на свой рукав. Если вам нужно длиннее или короче, убирать надо вот здесь, в этом секторе. Ну, то есть, вот здесь вязать короче эту часть. Вот, девчонки, теперь сборку. Собираем по регланным линиям. Там, где в рукаве вот эта высшая часть, это у нас идет к спинке. Вот она, спинка. Значит, к спинке у меня идет вот эта часть, которая подлиннее. И сшивать я буду вот здесь подрез нормальным способом. А далее вот за эти кромочные, чтобы... Так, хочу, как маленький анонс сказать, заказала нитки Назара, кофточку номер 7. Кто не видел, посмотрите еще это видео с обзором новинок от Зара. Вот. Буду ее вязать. Не знаю, сколько она займет времени, но я это говорю для того, чтобы вы имели в виду, кто ее ждет, кто ее хотел, ждите, будет. Потому что она набрала самое большое количество одобрения. Вот. А здесь, вот смотрите, за кромочные я буду сшивать. Вот таким вот образом. Так, и еще говорили по поводу реглана сверху, реглана, вернее, зачем отдельно детали? Девчонки, зачем отдельно детали? Если бы я вязала все одной деталью, я бы не смогла это все дело рассчитать. Вы же поймите, я это все считаю по ходу. А как я могу рассчитать сверху, если я, допустим, я, допустим, когда начинала вязать, я не знала, что рукав у меня будет через 4 петли добавления, а полочка через, вернее, убавления через 2. Поэтому я и вяжу отдельно, потому что я на ходу перестраиваясь, подстраиваюсь, мне пришлось идти в магазин и смотреть, вот, то, когда я уже рассмотрела второй раз или третий этот свитер, я, то есть, несколько раз я ходила, смотрела, чтобы, как бы, чтобы это все повторить. Поэтому я понимаю, что вы хотите показать, что вы умнее, некоторые хотят показать, что вы умнее меня. Возможно, я не спорю, если вам так легко и просто, то, пожалуйста, снимите, я с удовольствием поучусь и посмотрю. Но мне, для того, чтобы повторить вещь, мне ее надо разложить по полочкам, каждую деталь продумать, просмотреть, потом ее сделать. Вот так вот так все сшиваем все рекламные линии. Так, девчонки, смотрите, утеплилась я уже в кофточку, уже холодно в квартире. Так, вот, сшила я регламные линии, видите, довольно широкая горловинка получается, это хорошо, это нам и нужно было, и начала набирать петли, вот, смотрите, по горловине. Так, что хочу сказать, да, ничего не хочу сказать, просто набирала, кстати, набирала очень просто, из каждой петли по одной. Вязать будем резинкой, и вот, горловину будем вязать туго. Вот таким вот образом я доставала петли. Единственный нюанс, это то, что число петель должно быть кратно 2, чтобы, потому что вязать будем резинкой 1 на 1, и вязать буду по кругу. Сюда еще набираю петли, и потом вяжу первый ряд изнаночными петлями. Так, девчонки, вот, смотрите, набрала я всего, у меня тут 134 петли, и я все-таки решила, что резинку я буду вязать тонкими спицами 2 миллиметра. Довольно большое количество петель у меня получилось, меньше я их не хочу, потому что я набирала из каждой петли по одной, и решила, вот так вот будет оптимальный вариант. Здесь буду вязать так, что хочу, что мы вяжем резинку 1 на 1, ну, вот, как мы вязали за переднюю, верхнюю, за какую эту стенку, девчонки? Вот, скажите мне, пожалуйста, нижняя, вверх, ну, да, за переднюю стенку. Я говорю правильно, девчонки, ну, смотрите, ну, да, за переднюю, а если бы ввязала за эту, это было бы за заднюю, правильно же? В общем, за вот эту, за переднюю стенку вяжем. То есть перекручиваем мы лицевую петлю и вяжем вверх вот этой вот резиночкой, но уже тугенько, чтобы горловинка у нас хорошо сидела. Так, девчонки, что я хочу сказать, чуть-чуть поправку вам расскажу. Ну, смотрите, лицевая петля, если вяжете в круговую, вот так вот она выглядит, то есть мы вяжем за вот эту вот сзади, за эту стеночку, да, так что первый ряд я вам показала, а все последующие ряды вот вяжем именно так. Таким образом у нас получится вот эта перекрученная, видите, какая она получается перекрученная. Это в том случае, если мы вяжем в круговую. Так, девчонки, теперь, что я сейчас делаю? Я сейчас перейду снова на спицы моей толще и провяжу, сейчас я уже буду вот этот валик делать, лицевую и изнаночную вместе по кругу. Так, вот таким вот образом. И далее еще провяжу три ряда для того, чтобы получить наш валик, который у нас был. Я все покажу, почему именно по две вместе, потому что здесь, здесь уже петель много, нам нужно, чтобы оно красиво выглядело, вот поэтому так, девчонки. Вяжем первый ряд вот по две вместе, каждую лицевую и изнаночную провязываем вместе, и еще три ряда, и еще три ряда лицевые. Смотрите, девчонки, провязала я наши четыре ряда, которые мы вязали. Теперь я все петли закрываю, но закрываю... Кстати, вы здесь вот смотрите, видите, я вот это сделала для того, чтобы здесь не было рюшика, потому что он бы был, потому что эффекта растянутости нам здесь не нужно в горловине, то есть нам не нужно делать так, как у нас в резинке вот здесь вот. То есть нам не нужно здесь растянуть до вот этого, до вот этой английской резинки, пышной резинки нам наоборот нужно чтобы она держала форму поэтому я эти петли закрыла теперь я вы можете достичь этого эффекта кстати набрать ее меньше петель горловине как бы по объему тут уже регулируйте по своей плотности вязания про по своим предпочтениям девчонки немного смотрите как бы пытайтесь логически думать то есть если не хотите вязать оттуга как я вязала то вы наберите меньше петель или если у вас толще нитки соответственно если вы купили какие-то другие нитки смотрите уже по ходу папа по обстоятельствам так петли я закрываю достаточно свободно чтобы влезла голова девчонки вот сейчас я закрою все петли вот по кругу и сошью боковой шов то есть рукав и боковой шоу все я сейчас доделаю и уже будем смотреть на готовый результат вот по рукаву и по бокову как девчонки вот мой результат но что я вам хочу сказать хочу сказать что вот эти нитки но я уж больше чем уверена что вы их покупать не будете вот но я его кладу на стол на 15 сантиметров короче чем я его одеваю на маникенд вот такой вот девчонки прикол так что смотрите уж мои хорошие на вашу пряжу еще вот он я хочу вам показать результат как бы сам все все нормально кроме длины вот обвисает он хотя как по мне именно на меня вот я вам постараюсь показать так чтобы вам было все видно как бы готовый результат вот он горловинка видно вам горловинка ну и длина соответственно и она кстати видно что она то есть она как обвисает вот видите она уходит из ширины в длину но это это в особенности этого узора и не ну я я же говорю это нитки такие я надеюсь что вы подберете нитки по удачнее ну а вообще вот он я думаю я считаю что он конечно все все хорошо да по реглан горловина все как в оригинале вот здесь вот вот эти вот моменты валики рукава добавление рукава это все я повторила единственное с чем не угадала с нитками и с длиной девчонки вот такой вот у меня косяк поэтому кто начал вязать вы уж простите но я надеюсь что у вас этого не будет потому что у нас будет будут другие нитки так что вот в чем проблема моя проблему в нитках по большому счету вот ну в принципе все больше мне нечего вам показывать вот он результат на ваше обозрение вот если взять вот так вот визуально видите вот если было бы я его запихнула в юбочку одела юбку на манекен запихнула чтобы вам было как бы чтобы приблизиться к той фотографии которую мы видели да вот девчонки пробуйте смотрите но он длину надо корректировать в общем так девчонки вот такой вот свитер у меня получился пишите в комментариях ваше мнение ваше фи в общем такой вот результат но я считаю на мой взгляд я повторила все в точности оригинал кроме длины длину нужно корректировать я думаю с этим вы справитесь без проблем с коррекцией длины вот а на этом девчонки все я приступаю у меня мне уже выслали ниточки на жакетик от зары я приступаю к вязанию этого жакетика а вы вяжите свитерочек и дай бог вам удачных качественных и я желаю вам качественной удачной пряжи все мои хорошие всем пока пока